В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В плену бездорожья. Жители нескольких населенных пунктов Собинского района больше 10 лет находятся в состоянии отрезанных от мира. То, что они называют дорогой, пригодно только для вездеходного транспорта. И даже этот путь ежедневно разбивают лесовозы. К деревням не могут проехать скорая, пожарные и даже автолавка. Сами жители по 8 километров проходят пешком, чтобы добраться до ближайшей автобусной остановки. Ждать ли селянам новую дорогу, выясняла Валентина Мартынова. Всего несколько километров дороги, а на поездку ушло больше часа. До деревни Анфимиха мы пробирались с трудом. Это еще подсохло, говорят местные жители. Иначе бы пришлось звать на помощь трактористов. Вызволять путников из дорожного плена здесь привычное дело. Вчера женщина застряла, вытаскивала. В прошлом году скорая помощь. У меня фотографии даже есть. Лежачую больную с переломом шейки бедра везли. И застряла в луже, не могли вытащить. Он, говорит, на мост сел, и лопата ничего не поможет. И пришлось вызывать трактор из деревни, там самой дальней. И трактором тащили ее туда, потом назад. Вообще кошмар. В голове было плохо с человеком. Но он и не такой старый-то был. Но у него сердце было больное. Ну что, скорая не доехала. И все, человек умер. Женщины рассказывают, в таком непроходимом состоянии дорога с 2004 года. После дождей сюда не может добраться даже автолавка. Водитель газа 66 просто не рискует. Люди остаются без продуктов. Одному Григорию хорошо. В гостях у бабушки он практикует велоэкстрим. Вот наша первая деревня, тут еще божецкий доехать. Это еще ничего. А дальше еще пять деревень. Там вот перед Малахово, там вообще не проехать. Я не знаю, как они там, на тракторах или на танках, на чем они там ездят. Как добираетесь до большой земли? На чем? На чем? Значит, если нет машины, рюкзак за плечи, пешком 8 километров до Березники. Там у нас ходят три автобуса по расписанию. В своих бедах жители поселков винят лесозаготовителей. Большие грузы разрушают дорогу ежедневно. Объездной нет. Вот они и едут через деревни. Еще в 2009 году Департамент транспортного и дорожного хозяйства области постановил, что лесопользователи должны восстановить дорогу за свой счет. Результата до сих пор нет. В мае этого года дорогу разровняли грейдером, но она продержалась до первых дождей и очередных рейсов лесовозов. Пенсионерки уже и Путину писали. Сначала ответы приходили, потом снова тишина. Несколько месяцев назад обратились к губернатору Орловой. Женщинам пояснили, чтобы выделить деньги на дорогу, необходима заявка администрации Собинского района. Сам глава администрации нам пояснил, что в 13 населенных пунктах Березняковского сельского поселения официально проживает 78 человек. Никто из них к местным чиновникам не обращался. За период моей работы обращений граждан Березняковского поселения по дорогам не было. Были обращения граждан других поселений. У нас все эти заявления на контроле. И там, где люди обращались, мы уже дороги сделали. К нашему приезду посчитали. Протяженность проблемного участка дороги 32 километра. Чтобы его отремонтировать в щебеночном варианте потребуется почти 29 миллионов рублей. С этой задачей придется справляться теперь новому управленцу. На прошлой неделе заступил к исполнению обязанного глава Березняковского поселения. Он человек молодой, энергичный. Я им поставил две задачи. Это классификация поселения и строительство дорог. Поэтому карты в руки. Начинаем работать. Уже завтра глава администрации района намерен вести диалог с лесозаготовителями. По принципу «разрушаешь – восстанавливай». Приступить к строительству дороги обещают уже в следующем году. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал. Перестраховались? В доме номер 157 по улице Лакина уже неделю заморожен капремонт крыши. Жильцы считают, что подрядчик творит самоуправство. Одни материалы для ремонта кровли заменил на другие, по мнению людей, более дешевые. Сегодня представители подрядчика и фонда капремонта встретились с собственниками квартир. О чем договорились стороны, знает Никита Королев. Капитальный ремонт крыши 157 дома по улице Лакина застыл на месте. Жители никак не могут договориться с подрядчиком, какими материалами крыть кровлю лучше. Производитель работы внес в смету изменения. Жильцы переживают, что теперь вместо дорогих и качественных материалов крыша будет укладываться непонятно чем. Потому что у нас специалист по материалам живет в нашем доме, который в этом разбирается. Сказал, что этот материал хороший, который в смете, а тот, который будут укладывать, он хуже. Громкое предположение заморозило работу на целую неделю. Созвали комиссию. Правда, на собрание отдуваться за весь дом вышла лишь Вера Владимировна. Видимо, старший по дому единственное интересно узнать, куда уходят деньги собственников. Разбираться в проблеме лично приехал замглавы фонда капремонта, представители подрядчика и инженеры управкомпании. Те в один голос заверяют женщину, что тревога ее напрасна. Смету подрядчик действительно поменял, но ведь хотел-то как лучше. Минплита, она дороже, чем пенополистирол. Это 100% натуральный материал, экологически чистый, не подвергается ни гниению, ни воздействию солнечных лучей. 100% негорючий, в отличие от пенополистирола, который уже запрещено класть на кровлю. Жители считают, что он лучше и дороже. Это не так. Позицию подрядчика в фонде капремонта поддерживают. Руководство регионального отделения фонда приняло решение, что хуже от новых материалов дому точно не будет. Но осмета, по мнению заказчика работ, не аксиома. Она составлялась несколько лет назад. За это время изменились и требования к материалам, и к технологии укладки кровли. Дополнительным бонусом в доме ремонтируется то, что в смете даже не указывается. Так подрядчик уже начал менять карнизные плиты. Будет полностью крыша сделана в соответствии с нормативами. Сколько это будет? Миллион четыреста. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Фонд идет, платят эти дополнительные работы, если они нужны. Если это необходимо. Также у нас собираются комиссии, если какие-то доп. работы. Подрядчик инициирует. Так что переживать не стоит. Недовольны жители и протечками кровли во время ремонта. По их мнению, так быть не должно. Представитель подрядчика парирует. Протечки возможны потому, что заниматься крышей не дают сами же жильцы. В любом случае, производитель работ заверил. Все убытки от протекшей крыши компенсируют. Либо сделает в пролитой квартире ремонт, либо выплатит собственникам деньги. Ну а чтобы пенсионерка Вера Владимировна больше зря не переживала, завтра ее пригласили побеседовать в отделение фонда. Возможно, после этой встречи компремонт с мертвой точки сдвинется. Никита Королев, Артем Горчаков, 6 канал. Выгоняют из парка. С этим заявлением в редакцию нашего канала обратились предприниматели, которые держат торговые точки в Центральном парке культуры и отдыха. По их словам, в начале недели администрация места отдыха попросила торговлю свернуть. А причины не объяснила. Почему закрылись ларьки и появятся ли они снова, узнала Маргарита Махрова. Сегодня в Центральном парке тише, чем обычно. Закрыты ларьки с мороженым и другой уличной торговлей. По словам продавцов, свернуть торговлю в авральном режиме их попросили в связи с реконструкцией парка, а некоторым и вовсе не объяснили причин. Сами предприниматели, вызвавшие нас, на камеру общаться отказались. Сообщили только, что в начале недели администрация парка велела демонтировать торговые ларьки. Куда теперь девать товар, предприниматели не знают. Не знаете, что произошло? А мы разбираемся. А почему разбираетесь? Ну, так сказали, что больше здесь не будут работать, а продавец обыкновенный. Постоянные посетители парка теряются в догадках. Объявления о закрытии на ларьках не видно, а мороженого ребенку не купить. Просто как неприятно, пришли с ребенком, хотели поесть мороженое, то есть как-то странно, что все закрыто. А в связи с чем это связано, непонятно. Вчера работали все ларьки и работали эти аттракционы, все работало. А видно, может, была проверка, что-нибудь нашли или что-то либо. А почему вы считаете, что проверка была? Ну, они обходят обычно всегда, а как же? На неделе маленькая выручка. Народу немного, покупателей мало, продукцию практически не берут. В пятницу, субботу, в сентябре очень много. А по выходным много, у них дела идут. В город администрации нам сообщили, что из парка предпринимателей никто не выгоняет. Торговлю закрыли временно в связи с реконструкцией парка для безопасности самих же продавцов и посетителей. Явление временное. Это не отговорка, это просто требование, связанное с тем, что сейчас парк, как вы знаете, преображается, но преображение требует определенных жертв. Ведется очень масштабная реконструкция. Мы ограничили сейчас любую деятельность, в частности, по самому уличную торговлю, к которой так привыкли. Она непримерно вернется, но вернется уже в обновленном формате. Как заверили в мэрии, ждать возвращения в парк предпринимателям осталось недолго. Возобновить торговлю обещали ко дню города. В этом году его отметят в сентябре. Маргарита Махрова, Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал. Бьется за чистоту возле своего дома. Житель дома по улице Стасова никак не может добиться того, чтобы коммунальщики убрали мусор возле контейнерной площадки. Мужчина несколько месяцев ведет переписку с администрацией. Чиновники уверяют, что проблема решена, но мусор при этом лежит на прежнем месте. В ситуации разбиралась Ольга Федина. За чистоту возле своего дома Артем Сыров бьется с весны. После того, как растаял снег возле контейнерной площадки, начали расти мусорные кучи. Активный житель сразу же вступил в переписку с мэрией. Из городской администрации приходили ответы. Чиновники рапортовали, науправ компанию, которая отвечает за контейнерную площадку, составлен протокол и нарушения устранены. Но шли месяцы, а мусор по-прежнему лежал на месте. Его даже становилось больше. Возможно, они там по бумагам все друг другу а-та-та и дают. А вот люди, как ходили между помойкой, которая уже просто высотой 3 метра и шириной квадратов, ну я не знаю, ну очень много. То есть это уже по мне край. И когда говорят о том, что там люди бутылки мусорят еще в центре города, здесь свалка. То есть это прямо Александровский мини-полигон, вот примерно. И ничего. А последнее письмо из мэрии Артема шокировало. Чиновники написали, что в будущем контейнерную площадку вообще могут убрать. Судя по объему мусора, это вот точно не тот вариант, к которому надо прибегнуть. А если таким способом они хотят просто избавиться от проблемы, ну типа нет помойки и нет мусора. Ну это, я не знаю, мне кажется, этот орган и люди рабочие некомпетентны, как профессионал своего дела. Почему в мэрии приняли такое решение и какие штрафы выписывались управляющей компанией? Ответы на эти вопросы в городской администрации нам узнать не удалось. За комментарием мы обратились к управкомпании «Люкс», но там общаться тоже не захотели. Коммунальщики заявили, что с 1 августа больше не контролируют состояние контейнерной площадки. Никаких претензий со стороны мэрии или жителей вспомнить не смогли. В управкомпании настаивают на том, что этот вопрос их никак больше не касается. Жалобы конкретные, из-за которых мы сюда приехали, они были еще в июне, то есть когда вы ее обслуживали. В июне бы и приезжали, что же вы приехали? Но мы приехали, потому что ничего не произошло. Без комментариев, потому что я вам не могу сейчас никаких комментариев дать. Я к ней не имею никакого отношения. А вот в новую правкомпании на диалог пошли. Руководство считает, что убраться вокруг контейнерной площадки задача мусоровозящей компании. Но помочь в решении вопроса они готовы. Если сейчас там не порядок, сейчас мы выйдем, посмотрим. Но по договору эта работа производится чистым Владимиром. В районе двух метров должна убирать мусоровозящая компания. То есть подобрать все, что просыпалось при сборе, должна подобрать мусоровозящая компания. А вот мусоровозящая компания ответственность перекладывает на плечи коммунальщиков. По словам директора, ветки могли набросать они. То, что осуществляет управляющая компания, спилы, расчистки, соответственно, они дополнительно делают заявочку на данные отходы. И, соответственно, мы привозим лодку, ставим, и они заполняют ее. Грешит руководство мусоровозящей компании на Владимирские коммунальные системы, которые проводят работы по благоустройству поблизости. Но как бы там ни было, и Нина Афонькина нас заверила. Весь мусор уберут уже на этой неделе. Ольга Федина, Константин Миронов, 6 канал. По Лыбецкой магистрали пустили движение. Сегодня состоялось торжественное открытие второй очереди грандиозного проекта. Его многие называют стройкой века, ведь начали создавать дорогу еще 10 лет назад. Какой получилась магистраль протяженностью чуть больше одного километра? Подробности далее. К открытию второй очереди Лыбецкой магистрали власти подошли основательно. Перекрыли Октябрьский проспект и на мосту устроили торжественную церемонию. Тут вам и мажоретки, и губернский оркестр с Маркиным во главе. Губернатор вместе с руководством города перерезали красную ленту. Сегодня мы открываем дорогу. Я бы сказала, это дорога жизни. Она сегодня практически позволяет убрать часть пробок, скажем, немного, но часть пробок. Владимир Муроморзамас. Мы освобождаем центр города сегодня. Практически легче станет добираться очень многим. По просьбе жителей мы открываем эту дорогу сегодня. Это было технически непростое сооружение. Председатель ЗАГСОБРАНИЯ вспомнил, как строилась магистраль. Начало было положено в 2006-м. Строили на областные деньги. Но вскоре они закончились, и стройка века встала. Лишь три года назад проект удалось сдвинуть с мертвой точки. Светлана Орлова попросила помощи у президента. В Лыбецкую начали вливать федеральные средства. У нас 5,4 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете области в текущем году. На дорожные строительства это на 10% больше, чем в прошлом году. И это, конечно, вот такое содействие, содружество федерального уровня, депутатов Государственной Думы, губернатор области, законодательного собрания, местных органов власти. Сегодня позволяет качественно строить и ремонтировать дороги. Всего на вторую очередь Лыбецкой магистрали было потрачено более 600 миллионов рублей. На эту сумму строили не только саму дорогу. Все самые сложные работы проходили под землей, обновляли и переносили большое количество коммуникаций. В результате получилась широкая четырехполосная дорога с настоящей развязкой на Октябрьском проспекте. В России даже не так строится много двухуровневых развязок. А посмотрите здесь, какая получилась замечательная дорога. Всех строителей, всех жителей города, которые смотрели, помогали, наблюдали, подсказывали здесь. И ковали вот эту победу, которую сегодня мы видим, и сегодня уже можно начать движение. Открыть вторую очередь магистрали планировалось лишь ко дню города, то есть в середине сентября. Но что называется, по просьбам трудящихся, сделали это на месяц раньше. Первыми по Лыбецкой проехались байкеры, следом волгобасы и камазы. Хвостя колонны шли автолюбители Владимирского сообщества. Удобство новой дороги владимирцы уже успели оценить. Очень красивая дорога, приятная. Я живу вот в этом доме, в соседнем. Для нас это очень удобно. Выехал и поехал вправо сразу. То есть мы экономим километры. И быстро можем доехать и до вокзала, и быстро можем проехать на Муромскую дорогу. Центр разгрузит по-любому. Все-таки четыре полосы для движения. Сэкономит. И сдержинку разгрузит. И нам удобно на проспект Ленина будет ездить очень. Солончарки. На благоустройство магистрали городские власти выделили 7 миллионов рублей. Уже высажены розы. Появятся кустарники и деревья. А в будущем на Лыбинской добавят и велодорожки. Движение для всех видов транспорта на этой части Лыбинской магистрали официально открыто. Теперь на очереди строительство следующего этапа. От Ерофеевского спуска до площади Фрунзе. Его планируют завершить в 2017. Безусловно, новая дорога поможет освободить центральные улицы города от наплыва транспорта. Вопрос в том, надолго ли. Никита Королёв, Артём Горчаков, 6 канал. А теперь коротко о других новостях. Убийство по неосторожности. Суд наказал ранее уже судимого 19-летнего Владимирца. Его обвинили в причинении смерти собственному ребёнку. В состоянии наркотического и алкогольного опьянения он покормил полуторамесячного сына смесью и положил маме под бочок во взрослую кровать. Утро младенца обнаружили мёртвым. По мнению эксперта, смерть мальчика наступила из-за недостатка кислорода. Мать, не подозревая, что ребёнок лежит рядом, придавила его. Молодого отца приговорили к 7 месяцам исправительных работ. Живодёров под суд. Общественность просит областную прокуратуру подвергнуть уголовному преследованию трёх граждан, учинивших в марте расстрел собак в Гусь-Хрустальном. Кровавая бойня произошла в жилой зоне недалеко от школы. Стреляли по животным из пневматического оружия. По словам инициаторов обращения в надзорные органы, животные были абсолютно безобидны и никогда не проявляли агрессии к людям. В результате действия живодёров были убиты несколько взрослых собак и щенков. Общественность просит возбудить в отношении стрелков сразу несколько уголовных дел. По факту несанкционированы расстрелы животных, по факту ношения и хранения оружия, а также по статье хулиганства. Под петиции уже подписались более 6 тысяч человек. До моря не долетели. В Муромский городской суд направлено уголовное дело в отношении директора турфирмы. 35-летняя женщина-руководитель обвиняется в присвоении и растрате чужих средств. Следствие полагает, что прошлым летом она брала с клиентов деньги за путёвки в Турцию. Однако туроператорам за перелёт и бронирование гостиниц их не переводила. Таким образом, директор присвоила себе 946 тысяч рублей и сорвала отдых 13 туристов. Обвиняемая свою вину признала и даже выплатила пострадавшим 250 тысяч рублей компенсации. Тем не менее, судить её будут по всей строгости закона. С 10 августа в регионе объявлена операция БАХУС, а это значит, до конца месяца инспекторы ГИБДД будут с особой тщательностью выявлять пьяных за рулём. Повышенное внимание Муромскому и Гороховецкому районам. По статистике, за прошедшие 7 месяцев там увеличилось количество ДТП, причиной которых стало нетрезвое состояние водителей. Дорожные полицейские напоминают управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, карается лишением прав до 2 лет и административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. За рецидив можно получить и реальный срок лишения свободы. В здоровом теле здоровый дух. В эту субботу жители города Владимира приглашают на День физкультурника. Начать предлагают с зарядки с чемпионом в парке Липки. Стартует она в 10 утра. А уже после обеда всех желающих ждут на стадионе Лыбедь. В программе весёлые старты, эстафеты, групповые тренировки, сдача норм ГТО и многое другое. Как провести предстоящую субботу ярко, спортивно и активно, расскажет Влада Миткова. Самый спортивный день лета. Жителям города предлагают начать с зарядки с чемпионом. В парке Липки 13 августа с 10 утра помогать владимирцам проснуться будет Дмитрий Селивёрстов. Абсолютный чемпион России по пляжному бодибилдингу. А вот основная часть праздника развернётся на стадионе Лыбедь в час дня. Начнут с парадного шествия спортивных коллективов под звуки духового оркестра. В 14.00 будет дан старт велопробега по городу Владимиру, который они стартуют на Лыбеде. Это у нас организаторы Федерации велоспорта. Плюс в этом велопробеге участвуют все желающие горожане. Всё поле на стадионе разделят на несколько интерактивных площадок. Почти как на Олимпийских играх в одном секторе будут эстафеты для дошкольников, в другом семейные весёлые старты, а также открытые тренировки по йоге, зумба-фитнесу и не только. Ещё в этот день можно будет сдать норма ГТО. В этот день можно будет сдать подтягивания, напресс, наклон, гирю, бег и прыжки в длину. То есть эти несложные упражнения можно будет сдать во время мероприятий. То есть не ждать, когда закончится. Всё это параллельно будет. Кроме того, поиграть можно будет и в стритбол, и в мини-футбол. Для зрителей праздника выступят спортсмены, воспитанники школы имени Толкачёвых, художественные гимнастки и даже брейк-дансеры. Если погода будет лётная, то обещают и показательные выступления парашютистов. Прыгать они будут с высоты в 1200 метров. Десять спортсменов будут участвовать в мероприятиях. Они будут не только прыгать, а показывать с влагами определенных учреждений, организаций, города. И, конечно, спортсмены тоже будут показывать свои достижения. Это точность приземления, площадка ограниченная, стадион, вы знаете. Надо рассчитать точку приземления. Ежегодный день физкультурника. В этот раз в шутку назвали Владимирской альтернативой Олимпийским играм в Рио. Будет даже официальная церемония зажжения факела. Сделают это владимирские легкоатлетки Елена Панова и Алена Лысенкова. Ещё недавно девушки собирались на настоящую Олимпиаду в составе сборной России. Но буквально за несколько дней до отъезда узнали, что их в списках нет. Несправедливо, что нас не допустили на Олимпиаду. Мы столько времени тренировались. И все чистые 68 спортсменов, которые должны были поехать, и нас не допустили. День физкультурника обещает быть ярким и активным, ведь программу подготовили действительно интересную. Кстати, для детей поставят бесплатный батут. Будет работать прокат сегвеев, а ещё можно будет поучаствовать в бесплатной спортивной лотереи. И выиграть мяч, обруч или даже велосипед. На этом всё. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Есть интересная новость. Звоните в редакцию 6 канала по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.